Смотрим, какая погода будет завтра. Что такое Папандос? На перевале мокрый снег, видно, только сахарную головку, дальше ничего не видно вообще. Краткое предисловие, значит, в двух словах. Мы на Ангарском перевале, с погодой обещали минус 10, пролетает мокрый снег, но, по крайней мере, не замерзнем, это уже легче. Вчера вот такая вот погода, как обычно, когда на работе, погода исключительная, только вырываемся в горы, все, юга тепло осталось позади, внизу. Вот, а у нас, по всей вероятности, мы сегодня не увидим тех красот, не увидим тех объемов, которые должны быть с полутора тысячника, но мы идем на Ангар-Бурун, вот, и планируем покорить вершину, все-таки затянуто там аж черное, наверное, там снегопад сильный. Вот, обещали также сегодня порывы ветра шквальные до 20 метров в секунду, ну, как это будет, в общем, увидим, расскажем, покажем. Оставайтесь на канале, я думаю, сейчас будет много интересного, не будет такой красоты, вот, вчера мы ходили по магазинам, я смотрел, вернее, смотрела жена, как бы, шоппинг это для людей, у которых крепкие нервы для мужиков. Вот, сегодня вместо вот этого всего цветного, красивого и сладкого будет зона некомфорта, бескомфортная зона. Итак, идем на Ангар-Бурун, что-то еще есть, ну, вот, мы стартуем с Ангарского перевала, нашли пока до метеостанции, начинается снег, здесь уже прохладнее, ну, в общем, настроение, как бы, идти вверх, ни хрена не видно, правда, но, тем не менее. Вот как, по твоему мнению, такие огромные следы чьи-то? Видите? Ну, не знаю, может, кабан, скорее кабан, потому что расстояние между следами, видишь, небольшое. Если бы олень, было бы больше. Ну, и сегодня не будет, как в последних сериях, много-много воды, много шума, водопадок, сегодня будет идеальная тишина, скрип снега. Вот, пока идем по лесу, уже раздеваемся на ходу, подъем затяжной, долгий. Ну, и сегодня будет бесконечный снег, бесконечные снежные дали, если поднимемся наверх. Да, реально, Лешка, как для одного человека. И для двоих, и для двоих, и да, переночевать. И погоду. Да, вот это специально сделано. Ты, в основном, тут для двоих. Да, да, обалденно. Ну, мы сегодня первопроходцы. Перед нами еще следов нету, и последние дни здесь, походу, никто и не ходил. Старый, конечно, уровень снега большой. Так, куда дальше? Вот, с вершины еще спускается туман. Что спрашивается дома, не сидеть, ноги проваливаются, выше колен снег. И он горчится, парит. Да, да, да. Не знаю, камера, конечно, не передаст, но на самом деле все так загадочно. Такой этот туман. Смотри, он перед нами пробежал, следы свежие, еще даже не припорошило. Да, кабаны тут мотаются. Так, с гор начинает туман вниз идти, сгущается, реально прямо на глазах сгущается туман. Реально, ноги местами проваливаются по пояс. Снег глубокий. Но туман все же лучше, чем дождь или снег мокрый. Как бы да. В общем, в тумане вообще ничего не видно. И вот так, если без ориентиров... Да какие ориентиры? Ничего тут не видно, короче. Вообще ничего не видно. Короче, другими словами, это называется, мы заблудились. Но у нас есть карта. А так бы уже заблудились 100%. Прикольная шапка. И чем выше поднимаемся, тем туман все больше сгущается. Вот они, буковые леса, на высоте уже свыше тысячи метров мы находимся. Смазывается, как ежики в тумане, реально. Вот тут ветерок начинается. Было тихо, хорошо. Итак, забыли. Всех с праздником. Сегодня, кстати, первый день весны. Первое марта. Конечно, здесь это не ощущается. Поскольку мы уже поднялись на высоту более тысячи метров. Уже перешагнули отметку 1100. Подъем очень крутой. Раздеваемся на ходу. Но, слава богу, минуса того, который обещали, нет. Поэтому я тут набрал и пуховик, и все дела. По прогнозам должно было быть больше десяти мороза. Как оно будет наверху, посмотрим. Но, тем не менее, пока вот только раздеваемся на ходу. Очень жарко. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. У нас весна вот уже началась. Первое марта сегодня. Вот такая вот красота вокруг. Как настроение? Не, у тебя. Чтобы было понятно, что все-таки экстрим здесь серьезный. Вот выше колен снега. Снега выше коленка. Дальше еще хуже, короче. И подъем. Сейчас я покажу, какой подъем крутизна. Сколько они? 150, да? Как-то вот так вот. Да, чем дальше, тем веселее. Еще начинает задувать. По пояс, короче, в снегу поднимаемся. Это что-то. Это реально что-то. Это мы не прикалываемся. Вот реально глубина, чтобы было понятно. Вот по пояс. Глубина по пояс. Вот так вот. И такой подъем никак. Вот дальше тут надо пройти 20 метров вверх подняться. Да, подняться нереально. Короче, мы медленно, медленно и не сильно уверенно двигаемся. Это мы еще близко даже к скальнику не вышли. Ну, тропа. Короче, весело. Да, вот это же субурган этот. Да. Вот по такому вот подъему поднимались. Да, тут еще и ветер начинает подниматься. Сами склоны обледенелые. Самое прикольное, это как мы отсюда вообще слазить будем. Высота уже более 1200 метров над уровнем моря. Что там? Не видно вершину? Я шучу. Еще далеко. Тут чувствуется, что мы выходим ближе к вершине. Лед в лицо летит. Супер. Вот красота. Такие вот ледяные цветы, наросты такие из-за льда. Ну, Бог миловал, мороза сильного нету. Снежок такой слабенький пролетает. И вот последние штрихи перед выходом на плату. Вышли таки мы на верхнюю плату. Это уже начало верхнего плата. Высота 1250. Все вокруг белое. Ничего не видно. В общем, красоты с высоты птичьего полета сегодня мы не покажем. Вот такая суровая, холодная. Красота, здесь ничего не видно. Так, надо одеваться, наверное. Тут уже надо доставать из рюкзака. Ну, без ветра как бы не холодно. Порывы такие, чтоб нам... Так, а теперь мы вот сейчас будем двигаться. Вот так вот скромненько, но все-таки выглянуло солнце. И спряталось. Начинает дуть посерьезно. Это мы никак не поменяли. Сюда мы с теми не молчали. Оно задувается. С впечатлениями. Ничего не видно, потемнело. Такое впечатление, что поздний вечер. Вот. Ничего не видно, вообще темно. Не ориентироваться сложно. Туман упал, вообще ничего не видно. Так люди и пропадают в горах. Не знаю, слышно, что я говорю, потому что ветер порывами. Так вот люди пропадают в горах. Все полностью залито туманом. То есть пронизывающий ветер, но ветер шквальной, шквалами, порывами. То есть, то нету. Вот. Баба, баба, балка, сдувай. Вы вокруг вот так вот. Сдувай, нет. Здесь прямо как в теремочке внутри. Красота. Буквально несколько метров отходишь, и уже ничего не видно. Здесь первое марта. Вот такая вот красота, что аж страшно. Вообще ничего не видно. Абсолютно. Вижу, что снимаю. Но если камера все равно тут смотрит, то здесь тоже можно лежку сделать. В крайнем мире от ледяного ветра сможет уберечься. В общем, вот такая вот мелкая у нас сегодня на славу просто выгляделась. Короче, сплошной снег и лед и пронизывающий ветер. Ничего не видно, абсолютно ничего не видно. Не. Красиво, только я не знаю, я не вижу вообще ничего. Как король и ангелы снега. Начинается снег. Такой порыв, весь трамовой. То, что и обещали, реально. Трамовой ветер усиливается. Мы, короче, сменили курс. Люда здесь первый раз, она не вкушит, что это. Пошла в каменный круг. Люда, сюда надо. Здесь, теперь. Спасибо. Открывают. Спасения здесь нет в этом каменном круге. Ветер усиливается. Просто неимоверно. Ледяной пронизывающий. В общем, дальше вот так вот. Ничего не видно. Ничего не видно пронизывает на скот. О Джо! Супера! Что за шуме? День пенсия. Как мы узнаем? Да, ну День пеноп MAR? Вот на всякую скорость пыль, она ее смыслет отутки Эх, ничего не weigh Что мы это сделали? Оооооооооооооооооооооооооо Действительность, вам не видно воообще Воооообще Прямо стеной тянет Прямо стеной тянет Прямо стеной тянет Курю об этих полутонах. Сейчас только спустимся и реально чувствуется, много чувствуется. Назад идем другим путем. Не знаю, передаст камеру или нету. Начинает проспокоживаться и межи просвечиваются напротив южной или северной межи. Начинает проясняться. Вот так вот над нами с межной скоростью движутся облака. То растянет, то затянет. Ух, солнце! Та ты шо! Резко так перехлёстом переливов выглянуло и ушло. А следом идет стена из снега. Эх, затейща ветра нету. Тишина просто идеальная. Крепту Козин Крепту Козин Мы можем сейчас немного по Сократу пройти. Так как поднимались... Мы уже спустились в лес. Здесь распогодилось, будто и не было тумана. И вот еще и солнце вдобавок. Вот так вот бывает. Так вот еще и солнце. Вообще классно. Такие вот вековые деревья. Стражи леса. Огромное дерево. Здесь перед нами вот зайчик прошел. А там все-таки такая же пурга метельная вверху. Ничего не видно вообще. Нет, с солнцем конечно приятней, да? Да, да. Это там такое дуло просто. Хотя мы уже спустились. Сейчас посмотрим. Сказочные огромные такие деревья стоят. Огромные деревья. Огроменные. И вот такую вот поляну мы нашли, где можно присесть и попить чаю. Вот так вот вышло солнышко. Такая красота. Вот здесь уже чувствуется, что сегодня первое марта. И вот начинает все-таки погодка проясняться. Было вообще ничего не видно. А теперь вот такая вот красота. Облака быстро-быстро плывут. Вот так выглянуло. Солнышко сразу встает теплей. Сразу же другие ощущения. Хорошо. Проходим через рощу Секвой. Это в Амнициадске-Петске. А реально вот так посреди горного леса целая роща деревьев Секвой. Огромные деревья. И здесь темно, будто бы сейчас не световой день, а на улице, будто уже вечер. Вот такая вот красота. Мамонтово дерево по-другому называются эти деревья. Такая вот картинка. И вот теперь мы издали уже. Видим, мы были там на вершине. Все-таки там тоже распогодилось. Солнце достало уже и туда. Мы были там на высоте 1453 метра над уровнем моря. А сейчас мы идем к Кутузовскому озеру. Конечно, поляны здесь шикарнейшие виды. Ветер опять подымается. Холодный. По крыльку. Даже не верится, откуда мы пришли. Но сначала мы туда зашли, а потом уже туда-сюда пришли. К вечеру все-таки погода портится. Остается холодней и холодней. И вот мы таки вышли к Кутузовскому озеру. Вот так все это дело выглядит зимой. Мы приходили, когда здесь была вода. Сейчас здесь лед. Местами уже оттаивает. Но, тем не менее, вот так вот зимой сюда никто не приходит. Сделать здесь, в принципе, нечего. И над озером возвышается Чатырдак. Вдали виднеется ангар Бурун. Это ж надо, откуда мы приперлись. Сначала мы с перевала поднялись туда. Руки отмерзают. Реально. Мороз чувствуется после обеда. Температура падает. Очень сильно падает. Я так не могу. Как оказалось. В ип usпrafом, как вообще припасе, Вон что-то. Я не думаю, мы не дали больше, Я так и знаю. Номерзает в мега. Свойной ледки. Турлы. здесь какая-то куница прыгала довольно крупные следы черное натягивает и закрывает тучи с такой бешеной скоростью летят здесь красиво видно лучи как светится Кутузовское озеро прям зимняя сказка когда солнце выходит деревья действительно такие прямо волшебные какие-то причудливые формы и вот с Чатырдага все-таки опять натягивает что-то такое аж черное распогодилась напротив южной Демирджи все видно отлично периодически в лесу родники встречаются это очередной родник переходим репутаты и вот в конце пути опять выходим через метеостанцию так вот отсюда кажется рукой подать а на самом деле прошло много часов пока мы поднялись на вершину и спустились троллейбус который привез выше двадцати миллионов пассажиров семьдесят второго года пробег почти два миллиона километров погодка конечно ветер шуманными порывами такими прямо упасит так вот и и Продолжение следует...